привет дорогие друзья сегодня хочу вам показать кое-какие свои связанные связанные изделия одно из них я связала недавно вернее два из них я связала недавно и о пряжи я рассказывала вам буквально в прошлом видео давайте сразу начну с него это будет вот такое пончо она связана из ниточек господи как они нитки катя я вам их показывала не знаю что что и сказать мне это пончо не очень мне очень нравится вам сейчас ставлю фотографии это пончо принципе очень-очень легко вяжется я покупала две пряжи значит вам от по два матка каждого вида пряжи каждого цвета и вот что и сейчас я на картинке покажу что я хотела чтобы получилось это вот видите да это вот такой вот такой пончо должно было получиться скорее всего дело в том что здесь предлагают вернее рекомендуют пряжу немножко другое название этой пряжи темис по моему да ну вот вот здесь написано темис и этой пряжи уже нет в продаже стихами заговорила но тем не менее этой пряжи нет нет уже в продаже и мне кажется здесь более глухие цвета я выбрала похожие структуру как с этим похожие нитки крета называется эта пряжа и принципе вы можете видеть что она даст она принципе такая же давайте сейчас ну не знаю ставлю вам возьму подушку на подушку и покажу что она в принципе точно такими же разводами уходит вот но мне кажется на картинке она смотрится даст достаточно тоньше да вот носит так вот можно сравнить и цвета у нее не такие яркие я вы видите на фотографии да нам на моих фотках вы посмотрели и она очень ну не как мне кажется яркая я использовала почти оба почти шесть клубков на эту на это пончо ну не знаю общем я смотрю на себя и мне мне это не очень нравится еще скорее всего наверно нужно здесь на этой картинке я не вижу нужно ли здесь делать такую знаете как не строчку ну в общем как сказать ну прошить здесь да для как сказать для рукавов для того чтобы она была зафиксирована я вот не знаю если здесь или есть или нет нужно в описании посмотреть мне кажется там нет не написано что нужно соединить это все дело общем я потом посмотрю я бы соединила я бы что-то придумала но если честно хочу ее распустить и связать какой-нибудь бактус и ну естественно прошу вас совета как это все что чтобы вы посоветовали как вместе с этим пончо быть вязала его очень легко начинала я жалко все не влазит начинала я вязать его естественно получается сбоку если смотреть на пончо получается сбоку здесь идет платочная вязка и пошла лицевая как только провязали допустим розовой ниткой начинаете вязать на двух спицах все все очень легко если кому-то нужно я могу потом дать описание вот она очень приятная очень такая нежная ткань но вот цвета подвели если честно мне кажется мне они не очень идут хотя что вы скажете мне может быть и не стоит ее совсем перевязывать следующий недавний вязальный проект он тоже еще не совсем закончен тоже я еще должна убрать нитки я вам уже показывал этот шарф когда тестировала пряжу айсиар по моему этот шарф постиран и он он очень колется я вам сразу скажу он очень кольца его не нужно будет носить на как это сказать на голое тело на на шее то есть его нужно будет поверх куртки там как-то красиво декорировать и да у меня здесь есть косяки я знаю может быть вы тоже их заметили вот и я потом эти косяки попыталась обыграть то что уже очень быстро хотелось мне связать этот шарф я его связала и когда увидела косяк уже было как бы по мне так поздновато и очень не хотелось мне перевязывать и я уже дальше продолжила единственное что я еще прошу вас это по моему вот вот здесь закрытие петель у меня получилось при наборе петель у меня край не видите не очень растянут при закрытии петель я вроде как и закрывала специальным набором по специальным закрытием там для эластичной для резинки почему-то он не получился гораздо более я вам сейчас покажу гораздо более растянут чем например вот вот этот вот вот видно вам было да так заметно да вот смотрите вот и ну собственно принципе закрыть петли это не так уж и сложно и до зимы еще достаточно времени главное чтобы я как бы не забила на этот процесс ой шарф получился у меня больше больше полтора метра я так думаю я так думаю немножко почти два да вот это шарф дальше я вам покажу такой небольшой набор это снуд и вот такая шапка шапку я вязала очень тоже быстро мне нужно было срочно ехать на этот на зимний на лыжи у меня не было никакой шапки вообще шапки не ношу у нас такая такой климат при котором принципе ну только вот шарфы с ну да там вот это можно и я связала по быстренькому такую шапку у меня были нитки нитки я покупала на каком-то китайском вообще магазине это акрил стопроцентный наверное но он очень очень мягкий и не колючий ну принципе на лбу немножко почесывался конечно но это мне кажется с непривычки снуд я уже связала после и тоже у меня косяки я их вижу я их буду перевязывать я почему-то решила что мне его нужно ну да я его и перевязывала принципе я почему-то решила что мне не знаю не влазит в кадр наверное давайте вот так сделаю я решила что его у получается не основание в конце нужно почему-то увеличить сделать немножко больше петель чтобы он так вот расширялся вы видите да у меня вот и он меня расширяется и когда смотришь на него он смотрит ну не очень хорошо смотрится а когда его надеваешь он принципе так облегает достаточно прикольно и мне нравится если буду ли я перевязывать если честно это пряжа не стоит того я просто еще свяжу с такой пряжи другой комплект и так в общем вот такой он получился он очень тоже мягкий и ну приятный и я свяжу у меня есть красные матки этой пряжи кстати я сейчас попытаюсь вам их показать и да вот эта пряжа кро красная я хочу связать тоже какой-то такой наверное набор для подруги своей он освещение у меня сейчас искусственное естественно ну почему-то кажется каким-то розовым что-ли в общем с отливом и это полиакрил я сказала акрил да ну не знаю почему они отличаются это стопроцентный полиакрил он очень реально мягкий тут правда 60 метров 50 граммах в этом мотке 60 метров и он стоил всего лишь 75 центов европейских в общем вот так и ну я говорю я взяла для про для пробы и вы знаете мне понравилось вязать им тут семерочка можно вязать восьмерочка от 7 до 8 спицами можно вязать ну вот так и я еще хотела показать вам у меня есть такой помпон в общем вот шапка да сейчас беру вот шапка и я вот подумала что ну я сразу же приделал этот помпон но потом у меня появилось вот такое чудо это вот такое как это называется брелок да но в принципе его можно это натуральная натуральный мех он такой знаете синенький да но мне кажется он довольно прикольно смотрится вот если брать этот вот так классно будет до смотреться или очень ярко ну в общем я не знаю мне кажется и так и так хорошо может просто купить более такой подороже пряжу и приделать этот помпончик тогда будет вообще супер смотреться в общем этот помпон у меня лежит я его не использую как брелок мне больше нравится когда он на шапочке и последнее что я хочу показать это вот такой свитер это пряжи покупала очень 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 давно до лизе какая-то там в общем не помню и мне кажется это в микро микрофибра что-то такое и я хочу вам показать сейчас минутку покажу вам какой свитер я из него вязала это вот это вот такой узор не знаю почему мне кажется что это что не знаю почему я знаю почему здесь он кажется более таким симпатичным у меня этот свитер поскольку я не умела вязать эти всякие горловины я его обвязала рычьим шагом это было очень очень давно и на моем цвете видите у меня цвет такой достаточно яркий переходы идут и на моем цвете теряется просто узор я его связала очень давно и я вязала не по кругу а просто ну как соединяла полотна и вы видите да он у меня получился он конечно очень мягкий прикольный он очень такой эластичный и узоры вы видите узор вывязывается очень легко даже для начинающих и принципе ну получается достаточно классно ровные такие петли у меня получились не знаю ну как ровные петли ровные петли относительно моего уровня вязания того уровня вязания вот не знаю что с ним делать то ли его носить то ли перевязывать все-таки обратно в клубки и перевязывать что-то делать более такое не узорчатое просто обычное полотно сделать его обычной лицевыми гладями гладью или просто может быть узор этот жемчужный сделать какой-то ну или платочный не знаю тогда переходы может быть будут на переходах будет делаться акцент а не на на узоре на вязке здесь видите я пыталась сделать акцент на узоре но он больше забирает контрастная вязка мне кажется в общем тоже жду ваших советов кстати этот свитер вы можете видеть сейчас на фотографии и на этом я хочу закончить спасибо вам огромное за просмотр спасибо вам за будущие комментарии и советы и жду вас в следующих своих видео спасибо пока пока